Сам господин Величко рассказывает о том, что с ним случилось. Не будем пересказывать за него, послушаем просто. Меня похитили по приказу заместителя губернатора Днепропетровской области Геннадия Корбана. И я 9 дней находился между жизнью и смертью на базе правого сектора, которая расположена в селе Песке Донецкой области. По сути, на базе правого сектора бесчинствуют люди Коломойского. Все это время меня заставляли написать какую-либо негативную информацию на исполняющего обязанности городского головы секретаря Днепропетровского городского совета Максима Романенко. После пережитого ужаса я опасаюсь за свою жизнь. И исключительно под гарантией Генерального прокурора Украины я готов в рамках закона дать показания против Корбана. И если Генеральная прокуратура не остановит Геннадия Корбана, то он убьет меня и убьет членов моей семьи. И до тех пор, пока Корбан находится на свободе и представляет интересы областной власти, ни единый житель Днепропетровской области не может быть в безопасности. Это я почувствовал на себе лично. Я вкратце могу рассказать информацию о моем похищении и прошу считать данное заявление настоящими моими показаниями. А ранее поданное мною заявление о явке с повинной таким, что дано под давлением и не соответствующим действительности. Так, 25 февраля 2015 года на мой мобильный телефон позвонили с первой приемной губернатора Днепропетровской области. И женский голос мне сказал, что я должен прибыть в 13.30 к заместителю губернатора Днепропетровской области Геннадию Корбан по вопросу, который будет озвучен на месте. В указанное время я прибыл в здание обл. госадминистрации. Сотрудники милиции пропустили меня в приемную губернатора, которая расположена на седьмом этаже. Когда я поднялся в приемную, ко мне вышел советник губернатора Днепропетровской области Салкач Алексей Федорович, который сказал, что в данный момент Корбан занят и поэтому я должен пройти с ним в его кабинет. В кабинете Салкача мы находились около 15-20 минут. Когда туда позвонили с первой приемной губернатора области и сказали, чтобы Салкач вместе со мной поднимался к Корбану. Когда мы вошли в кабинет Корбана, мы находились там буквально 2-3 минуты. Все это время он задавал мне вопрос, связанный с коммунальной собственностью. Когда я ответил на этот вопрос, он мне сказал, что я могу быть свободен и уходить. Я с радостью, когда его кабинет услышал фразу, когда он мне сказал, что ну давай, пока, наверное, больше не увидимся. Данную информацию я пропустил без каких-либо опасений для себя. Когда я выходил из здания Днепропетровской облгосадминистрации, я увидел, что на выезде с территории администрации возле шлагбаума с левой стороны стоит два транспортных средства. Один черный автомобиль марки Митсубиши Л-200, другой белый микроавтобус. Подходя к этим автомобилям, я увидел, как выбежало порядка 10 людей в камуфляжной и черной форме, которые подбежали ко мне, заломали мне руки за спину, забрали мой мобильный телефон, погрузили меня в этот микроавтобус, вывезли с территории облгосадминистрации и повернули направо по улице Комсомольской. Поскольку я ориентируюсь в городе Днепропетровске, то мы проехали два светофора, на которых делали непродолжительные остановки, повернули налево, и так как не пересекали трамвайные путя, которые проходят по проспекту Карла Марса, а сделали еще раз поворот налево, то я делаю вывод, что меня привезли на улицу Мечникова. Там мне одели полиэтиленовый пакет на голову, связали руки моим же ремнем и спустили в подвал какого-то помещения. В этом подвале несколько человек потребовали от меня, чтобы я еще раз дал письменную информацию негативного характера на исполняющий обязанности Днепропетровского городского головы Максима Романенко, иначе угрожали мне физической расправой и лишением жизни, в том числе с применением огнестрельного оружия. И я сказал, что я такую информацию дать не могу, потому что я не располагаю. После этого мне сказали, что я должен позвонить Романенко Максиму и сказать, чтобы он подал в отставку, иначе для меня закончится все это дело плохо. После того, как я принял их условия и сказал, что это все буду делать и выполнять, мне принесли мобильный телефон старого образца, кнопочный, небольшого размера, который я ощутил на ощупь, с которого прозвучал голос Геннадия Корбана, который мне сказал о том, чтобы я все это запомнил и передал от него привет Романенку. Переспросил еще раз, понял ли я все, и повторил фразу о том, чтобы я передал привет от него Максиму Романенко. После чего телефон у меня забрали. Через некоторое время мне принесли еще раз мобильный телефон старого образца, кнопочный, с которого я услышал гудки. И через два гудка мне ответил Максим Романенко, которому я передал требования Геннадия Корбана, а именно о том, чтобы он подал в отставку, иначе, в связи с моим похищением, иначе, если он не выполнит их требования, то для меня закончится все это дело плохо. После чего у меня забрали этот телефон. Где-то под утро, так как было очень холодно, меня погрузили в какое-то неизвестное транспортное средство и вывезли в неизвестном направлении. Ехали мы очень долго, как впоследствии я узнал, меня привезли на базу правого сектора, которая расположена в селе Песке Донецкой области. На этой базе бесчинствуют люди Коломонского, под вывеской охранных фирм, которые прикрываются правым сектором. Там же спустили меня в подвал, сырой подвал, в котором отсутствовали окна, была одна металлическая дверь и круглосуточно закрытый, грел свет с лампочкой. Там же несколько человек начали с меня еще раз требовать о том, чтобы я написал негативную информацию на исполняющую обязанности городского головы города Днепропетровска Максима Романенко, угрожая мне физическим насилием и применением холодного оружия. И если я не выполню их требования, то они будут прострелять мне колено, отрежут палец, сделают из меня инвалина. А позже потом поедут резать мою семью на ремни. И когда это будут делать, мне дадут мобильный телефон, в который я буду слышать, как члены моей семьи будут резать на куски. Я согласился выполнять их требования, после чего через несколько дней меня привезли в какое-то неизвестное помещение, где я встретил неизвестного мне человека в камуфляжной форме и балаклаве, без каких-либо опознавательных знаков, который мне сказал, что у меня есть вариант выжить и вернуться домой. А именно, переписать текст, который он мне даст, напечатанный на трех страницах, собственноручно, после чего его продублировать на видеокамеру. В последствии я согласился выполнить его требования. Он мне дал три листа формата А4, на которых был напечатан текст. С текста этого заявления я увидел, что это мое заявление о явке с повинной, адресованной прокурору Днепропетровской области, в котором изложена разная информация, а также фамилии, имена людей, большую часть которых я не знаю, никогда о них не слышал и с ними не встречался. Точно такая же относительная информация. Я выполнил требования этого человека, написал указанное заявление, собственноручно, сделал видеозапись этого заявления. Иначе шансов выжить у меня и у членов семьи моих не было. И другого шанса спасти членов своей семьи, а именно жену и двоих маленьких детей, реально я не мог. После этого меня погрузили в транспортное средство неизвестное, надели шапку на голову, завязали глаза скотчем, чтобы я ничего не видел. И под дулами автомата вытолкали с подвала в машину. При этом всем подчеркнули, что я в заявлении должен написать и озвучить на видеокамере, что свое похищение я организовал самостоятельно. И повторить это неоднократно. После того, как я выполнил все их требования, меня вывезли в неизвестном направлении, как впоследствии, когда меня привезли. Разрешил снять, я увидел, что меня привезли к зданию новомосковской прокуратуры, куда я зашел и подал свое заявление. Не выполнить их требования я не мог, так как бы сильно переживал за членов своей семьи и за себя это. И другого способа спастись я не видел. На сегодняшний день я вынужден после выхода из прокуратуры, я вырвался из лап этих боевиков и вынужден был покинуть территорию Украины. После чего я и члены моей семьи мы находимся на сегодняшний день в безопасности. И готов сделать это заявление. Если мы не остановим Корбана на сегодняшний день, то этот беспредел будет продолжаться и дальше. Я не хочу терпеть и не могу этот беспредел, который творится не только в Днепропетровской области, а и кругом. И заявляю всем, что если не остановить те методы, которыми на сегодняшний день захватывается власть в Днепропетровской области Корбаном и его командой, то такие же методы будут применяться вплоть до Киева. Ну и мы напомним, наверное, что это видео, которое появилось сегодня в интернете, мы его и видели, мы решили связаться с Александром Величко по скайп-связи. Александр, здравствуйте, вернее, он вышел с нами на связь незадолго, эта программа. Александр, здравствуйте, вы нас хорошо слышите? Да, привет. Да, хорошо. Мы недолго будем с вами общаться, вы уже, в принципе, нам все, все мы услышали в этом вашем видеообращении. Надеюсь, его вы писали не под давлением уже. Вы можете нам сказать, где вы сейчас находитесь? Я нахожусь в безопасном месте, вы же понимаете, что с целью безопасности своей и своей семьи я не могу сказать конкретно, где я нахожусь. Хорошо, это ваше право. Правильно ли мы поняли, что этим своим обращением вы обращаетесь к Генеральной прокуратуре с требованием возбудить уголовное дело? Совершенно правильно. А готовы ли вы к тому, правильно ли мы поняли, что все же вы дали эти видеообъяснения, которые от вас требовали, и готовы ли вы к тому, что завтра противная сторона публикует совершенно другие слова, сказанные вами же? Конечно, готовы. Они это и сделали предварительно. И, возможно, пока еще это риторический вопрос, каким вы видите исход этого дела? Верите ли вы сами в то, что это закончится положительно для вас? Я не знаю. Но хочу верить и надеюсь, что это все закончится положительно для меня. Но, честно говоря, я не знаю. Суть в том, что ситуация, которая сложилась не только со мной, но и в целом в Днепропетровской области. О результате не могу даже конкретно вам сказать то, что я чувствую после того, что я пережил.